всем привет и так ford транзит 2017 года дизель чего у меня случилось вчера сейчас покажу съездил в командировку впереди ехал камаз передо мной короче получилось как вот там камаз едет передо мной я следом за камазом и из камаза сверху то ли с крыши то ли с кузова вылетел кусок льда отлетел но я-то еду вижу кусок льда вылетел сзади меня машины едут то есть не затормозить и в бок никуда не уйти ну короче ехал как еду не сбавляя скорости и кусок льда вылетел летел 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 и врезался мне куда-то в переднюю часть прямо на ходу но мне остановиться останавливаться было не как доехал до кармана в карман заехал остановился посмотрел у меня перестала работать эта фара то есть вот работа только дневной свет и чё а все остальное перестала работать не работает значит ближний на этой лампочки на дальнем не работает габарит они работают габарит и поворотник почему-то три лампочки вылетела сразу сейчас переключу вот только дневной работает сейчас переключу на обычный свет на ближний так габарит я включу на габарит значит вот разница тут габарит работает тут не работает кто-то там еще звонит блин так габарит есть тут сбоку габарит нет дальше ё-моё дальше переключаю на обычный свет так вот пошел ругаться я покажу ближний свет неисправен лампа сейчас посмотрим вот получается переключил на на обычный свет тут ближний работает тут ближний не работает работа только дальний из всех четырех лампочек раз два три четыре только в этой лампочки работа только дальний свет сейчас на дальний включу и покажу так а включу еще кстати варику тогда аварийку сейчас покажу вам габариты вот и не работает габарит работа единственная из чуть из всех четырех лампочек вернее в одной лампочке сразу два света ближний дальний так что грубо говоря из пяти лампочек работа только один дальний так дальний вот только так работает поехать ночью на дальнем это вообще капец все кругом ругаются все кругом моргают и штрафы собирать тоже не хочется так что буду сейчас ремонтироваться сейчас я скрываю откручивать буду фару а еще какая проблема сейчас подожди покажу сейчас покажу еще проблему за одним выявил сейчас я открою багажник капот вернее и еще одна проблема короче я полез туда лампочки думал лампочку вы ну а у меня внутренний отражатель полностью болтается внутри то есть видно удар пришелся по фаре и там откололись отломались какие-то крепления соскочили внутренний отражатель вообще болтается весь сейчас я туда рукой залезу и покажу здесь вот где лампочка вставляется просто пальцем дыргаю вот весь отражатель отвалился короче я так понимаю удар произошел по стеклу поэтому здесь ничего не сломалось и сломалось внутри короче непонятно сейчас буду раскручивать я уже два болтика открутил куда их положил то я мое а вот они вот эти два болтик открутил закрепление здесь было и здесь было и сейчас хочу полностью фару снять но где-то там еще третий болтик есть внутри сейчас буду его внутри искать 3 вот еще держит все бляха-муха разобрался короче я все там искал искал сделал миллион фотографий телефон туда подпихивал внутрь телефоном фотографировал смотрел фотографии искал там болтик внутри короче никакого третьего болтика нету фара держится только вот на трех на двух болтах сверху а внизу она просто задвинута в задвижку сейчас покажу вот это вот задвижка где на вот это вот ой потерял вот она задвигается в эту задвижку короче фара она не поднимается она просто вынимается и нужно вынуть оттуда вот так она была и нужно туда руку внутрь подсунуть и изнутри ее на улицу выдавить и она вынимать вынец и из этого укрепления вот так сейчас пока дожди о банке вот так вот короче как-то ее вынул рукой дачу даже уродил что выдавил ее оттуда так сейчас опять заскочил она видно у меня вот так вот ой это там сломал уже походу нет все сейчас отключу сниму вот эту эту штучку провода сниму с клеммы и пойду искать причину наверно в эти лампочки может какие перегорели сейчас разберусь так тут одна клемма получается к фаре подходит много лампочек внутри стоит к этот колодка 1 идет так что у меня кран погас ее мои колодка 1 подходит с этими со всеми светами сейчас эту колодку сдерну и фару отсоединю сейчас буду разбирать фару уже тогда и добираться до внутреннего вот этого отражателя и так зашел я в помещение буду в тепле делать в котельной так что не обращайте внимание на меня на бардак на котельный на отопительный сейчас буду разбираться искать сначала как она снимается скорее все тут вот эти заклепки наверно снимать защелки вернее и добираться до внутренностей и так собственно что я делаю пытаюсь разделить вот этот черную вот эту заднюю часть от передней фары от люстры или как она правильно называется капец тут короче по периметру герметиком все залито полностью полностью по периметру я уж колупаю колупаю отвертками тут ножиками я колупаю то в какой стороне вот здесь вот не знаю видно не видно но я уже столько всего тут но расколупывал вот все залито внутри герметиком сейчас видно да короче по всему периметру на ножиком прорезать чтобы эту люстру отсоединить от задней части это лишь для того чтобы добраться блин до светоотражателя и прикрепить его на место чтобы он не болтыхался этим заниматься буду позже тогда сейчас пойду в магазин достала я лампочки у меня по ходу лампочки перегорели почему-то я не знаю все 4 значит это габарит тут не видно на камеру но волосинка перегорела я посмотрел это дневной свет тоже видно там волосинки перегорели дневной ближний тоже надо найти если вообще у нас городе есть такие лампочки с таким креплением с таким этим с такими клеммами блин короче это дальше чё это ну такую лампочку а найду точно это поворотник такие лампочки есть у них правда центр смещен вот видно вот на этих бабушках этот и этот они не параллельно друг другу а по центру по смещению центром такие лампочки есть городе я точно знаю а сама геморрой на этого двойная лампочка которая ближний дальний я думал что вот эта колба снимается как-то должна быть взаимозаменяемая ну что то наподобие вот этой маленькой вот ай блин вот эти удобно вынул ставил колодка на месте там остается вот из этой колодочки прям вынимаешь и вставляешь на место а вот от ближнего дальнего вот такая вот колодочка интересная сюда вставляется и сама лампочка походу она идет целиком вот в таком исполнении вместе с этой пластмасской блин вместе с этими креплениями и и мое я сомневаюсь той от такой машины у меня лампочка в городе будет я думал что вот эта колба снимается отдельно пытался пытался снять колбу короче а в итоге сломал вообще лампочку так у меня она отвалилась то есть они не вынимаем и не вынимаем и и не взаимозаменяемые короче геморрой полный блин сейчас придется искать такую лампочку если у меня ее не будет в городе я не знаю как ездить ближний дальний свет или только днем ехать с дневным светом блин сейчас темнеет рано зимой по любому дню этот ночной свет нужен я короче не знаю сейчас что-то буду мудрить тогда ну все съездил я в магазин купил новые лампочки маленькую лампочку габаритов мой этот лампочку поворотников лампочку дневного света все с такими же разъемами и самое главное сейчас уберу и самое главное большую лампу ближнего дальнего света все причем они продаются у меня в городе вот с такими же полностью точно такими же разъемами я переживал что такой лампочки не будет у меня в городе не найду в итоге нашел все хорошо лампочки все новые стоят ё-моё как самолеты вот эта маленькая не знаю сколько стоит вот это вот обычная грёбаная поворотника стоит 70 рублей хотя я буквально на каракат этим летом покупал по 30 рублей не стоили это я не помню что-то рублей около 120 наверное 150 стоит лампочка дневного света ближний дальний свет запомнил 370 рублей вот такая стоит лампа охренеть ну ладно не просто деваться некуда в следующий раз закажу где-нибудь в интернете подешевле что были в наличии запас запасные варианты чтобы не переплачивать это да ладно это я сейчас поменяю лампочки лампочки меня будут работать без проблем самое главное я сейчас пытаюсь добраться до внутренней части до светоотражателя чтобы так где он там у меня сейчас покажу чтобы отремонтировать вот эту внутреннюю почему он болтается короче нужно разобрать вот эту фару на две части внешнее стекло прозрачно и внутренняя часть вот это коричневая короче я пытаюсь хоть тут и стоят защелки я думал на защелках стоит держится защелки вообще чисто для вида сделаны они ничего не значит эти защелки в итоге я их в итоге чуть-чуть приподнял они все по отломались а сама вот эта конструкция вот эти две половинки держатся на герметике капец я запарился его ковырять у меня уже все в этом герметике тут все усыпано вот все тут герметик расковыренный я его ножом пытаюсь выкрашиваю по периметру уже вот так режу режу все вырезаю ножиком туда ковыряю ковыряю по чуть-чуть понемножку по миллиметру вы ковыриваю вы ковыриваю вы ковыриваю а фара никак не разбирается короче уже пол периметра прошелся прорезал ножом а он туда глубоко по ходу залит вся фара видно посажена полностью на герметик вот блин грёбаные хитрожопые производители они скорее всего сделали чтобы фара была неразборная лампочки меняешь без проблем а если что-то внутри произойдет то внутрь это уже не заберешься никак меняешь уже целиком фару даже стекло по ходу не заменить отдельно приходится если кто стекло разобьет придется целиком всю фару по этот покупать и менять потому что видно неразборная штука сделана не знаю я в любом случае попытаюсь отковырять мне все равно нужно добраться до внутренней части там уж дальше буду смотреть что придумаю герметик есть у меня обратно попробую посадить на силиконовый герметик если конечно разберу и не сломаю по ходу я уже начинают психовать начинаю ломать уже и ладно дело кропотливо я уже второй час пытаюсь расковырять ножом по периметру все ковыряю дальше ну собственно в общем к чему я пришел нифига я не могу разобрать эту фару я уже задолбался два часа уже ковыряю если не больше все по периметру от колупал ножом где можно было подлезть сверху от расстояния несколько миллиметров туда нож подлезает а снизу он все в этой крошке все зацепится на полу все усыпано этим а снизу расстояние вообще плотничком тут даже ножик не подлезает вот эта граница идет черная и прозрачная люстра даже нож не подлезает сюда и собственно где мог туда я добрался там все расцарапал здесь вот тоже все расцарапал вверху очень широко расходится вверху все расцарапал прошел по всей длине по всему периметру вернее и собственно я так понял что вот когда они одевали вот эти две половинки вот в этой черной идет углубление такое тут они видимо в это углубление туда налили герметик по всему периметру и потом сверху просто вот эту прозрачную отделю туда чпок и сжали и получается с этой стороны герметик вылез а изнутри там изнутри там тоже герметик получается там тоже его на выцарапывать то есть если я с этой стороны выцарапал то изнутри там тоже держится мини фига короче мне не получается вскрыть эти две половинки ну вот я так делаю отверткой туда залезаю в дырку пытаюсь отжать и ничего не происходит короче черная немножко приподнимается вот этот краешек а белая стоит на месте она там тоже приклеена изнутри получается защелки тут вообще короче ни о чем это защелки они вообще не работают и не держат вот снизу у меня я верхней уже сломался снизу есть защелка сейчас покажу вот осталась живая так видно что она даже не доходит стекляшка до черного то есть это фара не на защелках держится она именно на герметике короче в итоге я сейчас если дальше продолжу делать то я просто все разломаю на хран и все мне придется точно новую фару покупать оставлю тогда этот отражатель в таком положении пусть он болтыхается что поделать сделать я больше уже ничего не могу только новую фару покупать или ломать дальше сейчас покажу еще раз где он там а вот что ж буду так ездить пускай трясется тогда сейчас уже времени нету ремонтироваться завтра в рейс ехать лампочки только поменяю чтоб лампочки все светились и выявил я причину в чем меня внутри почему трясется этот отражатель значит он держится я туда внутрь поглядел он держится на трех точках здесь на двух точках и здесь на одной точке а эти точки видно я так понимаю электрические приводы что были регулировать ну что-то регулировать там этот отражатель вверх-вниз значит вот одна . сейчас я возьму отверточку покажу вот эта . белая так как бы там посветлее то вам сделать так вот короче одна белая . здесь не видно наверно камеру не могу никак настроиться чтобы свет падал вот белая . вот там еще одна белая . вот она глубине там держатель крепления вернее вот 2 и вот 3 и вот 3 как раз отломилась вот если видно вот эта ножка сейчас возьму другую отверточку вот эта ножка черная вот она круглая она должна вот здесь вот быть в этом в туннельчике а тут получается туннельчик осталось только верхняя часть а нижней части нету нижняя часть отломилась и вот эта штука болтыхается теперь ой вот к тут мешается никто не видно вот вот эта черная ножка должна быть в креплении а крепление сломалась на пополам здесь как видно крепление вот она внутри крепления находится вот из-за этого болтыхается крепление не работает ладно ставлю обратно лампочки и похер так поезжу больше мне вариантов тут не остается новую фару за десятка точно покупать не собираюсь и так рассказываю у нас тут в юга мощная что-то ветер сильно не знаю слышно и слышно будет чё в итоге фару я не стал разрезать на пополам поменял только лампочки кстати лампочки удобно менять при съемной при снятой фаре вернее потому что когда у меня перегорел габарит я к нему никак вот это сама маленькая лампочка к нему никак не мог подобраться вам я целый год ездил без габарита а вчера на снятой лампочки ой на снятой фаре я лампочку эту габаритную поменял за 5 секунд так это дневной свет горит сейчас все лампочки проверим так включаем габариты это сейчас дневной свет горит габариты все отлично габарит работает здесь и здесь маленький так сейчас включаем обычный свет ближний так ближний свет с габаритами работа ближний габарит и тут ближний габарит так сейчас дальний проверим так лампочка дальнего света загорелась сейчас посмотрим все дальний на обеих парах работают и сейчас еще проверим поворотники так все отлично поворотник тоже работает ну все значит вот лампочки можно менять на снятой фаре снимать ее очень легко сверху два болта и выдвинуть на себя тут тоже все работает лампочки проще менять на снятой фаре а вот как до этого добраться до внутреннего до отражателя так у меня не получилось короче я плюнул на это дело буду ездить так все подписывайтесь лайки комментарии все что еще будет происходить и все что будет интересно случаться я все вам буду показывать все рассказывать подписывайтесь всем пока